Стремление к гармонии у человека заложено на генетическом уровне. Мы хотим видеть красоту во всем, начиная от окружающей обстановки и заканчивая своим телом. Во все времена люди украшали себя, используя различные косметические средства, к татуировке несмываемый рисунок самой разнообразной тематики и формы, и пирсинг — прокалывание различных частей тел с целью постоянного ношения драгоценных металлов. Камни или прочих аксессуаров как раз и являются типичными способами привлечь внимание к собственному телу. Красящие вещества, бижутерию и оригинальные предметы. Любое вмешательство в организм извне пользы ему принести не может. Но при соблюдении определенных правил риск негативных последствий можно свести к нулю. Кроме того, поскольку чернила не являются лекарственными препаратами, о каком-либо их целительном воздействии говорить не приходится. Это исключительно о воздействии тату на организм. У многих людей есть дефекты и повреждения кожи. Кто-то сильно переживает из-за своей внешности. Чем-то в этом вам может помочь тату. С помощью татуировки. Скрыть такие дефекты кожи, как шрамы, рябь и пигментные пятна. Замаскировать родимые пятна больших размеров. Это можно сделать настолько искусно, что родимое пятно будет смотреться как неотъемлемая часть татуировки. Помочь человеку повысить свою самооценку и самоутвердиться с помощью яркой и вызывающей татуировки. Многие люди придают довольно большое значение различным символам и изображениям. Они считают, что татуировка с одним из этих символов принесет счастье, удачу и процветание. Подобная вера помогает им достичь поставленных целей и обрести удачу. Как уже упоминалось, любое вмешательство в организм человека ни к чему хорошему не приводит. Даже использование стерильных инструментов и высококачественных препаратов не убережет от нежелательных последствий, которые могут быть довольно опасны для здоровья, и решили украсить себя таким оригинальным способом. Высокие требования предъявляются и к помещению, где проводится работа. Оно должно быть продезинфицировано и тщательно убрано. Люди, решившиеся на подобное нательное украшение, должны отдавать себе отчет, что подкожное нанесение рисунка может быть чревато занесением инфекции. Перечень заболеваний, полученных в результате выполнения рисунка грязными или плохо стерилизованными иглами, просто пугает. Сифилис, СПИД, гепатит разных типов, туберкулез и так далее. Поэтому в первую очередь необходимо проследить за тем, чтобы процедура была проведена профессионалом в условиях соблюдения гигиены и с использованием стерильных инструментов. Чернила, используемые при нанесении татуировок, иногда содержат ядовитые вещества и канцерогены, которые весьма вредны для человеческого организма. Например, в составе многих татуировочных красок присутствует бензопирен. Проведенные эксперименты на животных показали, что оно вызывает у подопытных особей рак кожи. Особенно опасна татуировка, выполненная с помощью чернил черного цвета, потому что помимо привычной хны, в их составе присутствует парафениленодиамин. Это химическое соединение при несоблюдении дозировки обычно вызывает экзему, дерматит, сложную аллергическую реакцию и другие поражения кожных покровов. А вот в составе цветных чернил зачастую содержатся тяжелые металлы, такие как титан, свинец, кадмий, никель. Попадание этих веществ под кожу крайне нежелательно для целостности всего организма, ведь опасные химические соединения часто становятся причиной онкологических и прочих тяжелых заболеваний, и не только кожа. Если вы не химик, то вам будет практически невозможно разобраться в составе тех чернил, которыми будет наноситься рисунок. Поэтому вы никогда до конца не сможете быть уверены в том, что украшая свое тело, вы не нанесли непоправимый вред здоровью. Никому не известно, как сложится будущая жизнь. Возможно, нанесенная в молодости татуировка станет причиной отказа при поступлении на высокооплачиваемую должность. Ведь большинство солидных компаний следит за своим имиджем, и им не нужен директор с образцами нательной живописи, которые привлекают мне нужное внимание. Подумайте и о своей репутации в будущем. Нужна вам будет татуировка на шее, если вы пойдете в политику. А ведь удаление любой из картинок невозможно без шрамов и боли. И никогда еще шрамы не приносили обладателю ни радости, ни счастья. До конца жизни вам придется защищать нанесенный рисунок от активных солнечных лучей, дабы не спровоцировать развитие рака кожи. Татуировки, сделанные вблизи, слизистые, опасны для здоровья. Выбирайте место на ременье, подверженное растяжению, лодыжки, спина. Чтобы шедевр иглы мастера не приелся со временем и не стал казаться просто уродливым, делайте тату на тех частях тела, которые редко видите. Обязательно досконально выясните, что означает понравившаяся вам картинка или иероглиф, чтобы потом не было мучительно больно в прямом смысле слова. Подводя итог, можно сделать вывод, что татуировка несет прямую угрозу вашему здоровью, даже если соблюдаются все необходимые при ее нанесении правила. Но каждый человек вправе выбирать, что и как ему делать со своим телом. Просто перед принятием окончательного решения хорошенько взвесьте все за и против. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...